Уже всех тигров похоронили, всех... Ну, кошмар какой-то. Действительно, убирают тигрицы. Вы знаете, что этим тигрицам они... Да, дорогой, все примерно одного возраста. Им уже по 14 лет. Вообще тигры живут до 15. Амурская тигрица, кличка Василиса, 15 апреля 2013 года рождения. На момент съемок видео Алексагиной от 20-го года ей 7,5 лет. Амурская тигрица Фрося, рожденная 7 апреля 2012 года. На момент съемок Алексагиной ей 8,5 лет. Это официальные данные Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. От 14 марта 2017 года. Документ называется «Разрешение на содержание краснокнижных животных». Ну, Скайлит, еще она в этом году нормально кормила. Но эти тигрицы, последние уже свои, очень тяжело рожали. Не хотели выкармливать. Не то, что рожали, рожали и выкармливать не хотели. Хотя Василиса – прекрасная мать. И Фрося – прекрасная мать. Но зачем их оставлять самцом? Их перевели. Их перевели. Перевели семилетних тигриц в холодильник. А на их место сначала Фрося Василису. А на их место посадили молодых, крепких, но уже больше. Василиса – медийная и, пожалуй, единственная тигрица, слепо доверявшая Зубкову, самое ценное. Зубков спиарился на ней. Более того, если верить Алексагиной, хотя, конечно, не стоит, но Василиса отказывалась от еды в отсутствии Зубкова. У них особая связь. И эти животные, видите, я подхожу каждый день по нескольку раз, и мы с вами видим, что эти животные тоскуют по-особому. Васочка, мы дождемся, дождемся. Люди не дадут, чтобы произошло непоправимое. Да, моя красавица, да. Как можно заставлять страдать животных? Я не представляю, как она его будет встречать, Олег Алексеевич. За эти четыре года ни разу Зубков не проведал свою любимицу. Была ситуация, когда просто несколько животных стрелили по непонятным причинам. Немало, может, штук 10-15 на выделку отдавали шкуру шапусу. Эмир Али рассказывает, как на территорию парка приехали странные гости из Юго-Восточной Азии. Олег Зубков торгует и живым, и мертвым товаром. Разумеется, нелегально. Я смотрю на камеру, кто-то бегает, туда-сюда дергается, думаю, какой-то псих, что ли, как-то перелез откуда-то. И я пошел, его позвал к себе, говорю, ты кто вообще? Он мне сказал, так и так, может, где-то есть нож где поточить, а то нож тупой. И он весь окровавленный был. Иностранные таксидермисты пробыли на территории сафари-парка почти 4 месяца. Эмир Али успел познакомить их с семьей. Его отец подрядился возить соль для кожевенных работ. Был случай, привез парень с Краснодара маленького львенка или тигренка, уже точно не помню. Они его забрали с пляжа, там, местные фотографы, там, ну, без документов, да. И, как бы, потом уже, как оказалось, в течение недели я узнал, что он продан был. Эмир Али хоть и стесняется телекамеры, но признается, что давно хотел рассказать о непарадной стороне жизни уникального парка, но опасался мести владельца. О непарадной стороне жизни в этом году также рассказали и показали видеоматериалы бывшие работники. Согласно их рассказам, Россельхознадзор выявил массовый падеж животных. Только за апрель месяц 2024 года 15 павших голов. Мор в Тайгане продолжается. Причины падежа могут быть разные. Например, отсутствие рациона и кормления просроченной продукции, а также павшими животными. В Тайгане ветеринарные требования нарушаются по сей день. Кошки и собаки, к примеру, не прививаются. Точно так же, как это было и раньше, в 2018-19 годах прививались выборочно животные. Бурых медведей было 39, а привит – 30. Снежных барсов было 2, а привит – 1. Кусает меня за мои ботинки. Правда, нежно, но тем не менее, она просит, чтобы я выпустил Скифа в вольер, потому что инстинкт материнский все-таки берет свое. Поэтому сейчас мы выпускаем Скифа и опять у Василисы будут брачные игры. Сволочь, в той же есть фильм, вот так и называется. Вот не знаю, ни одна вот сволочь по отношению даже к людям не идет для меня в сравнении с вот этими вот сволочами, которые так себя ведут по отношению к животным. Они сто процентов. Продолжение следует...